здравствуй дима отлично все слышно машину чтобы провести этот эфир нет я просто за рулем я надеюсь и к семье уже приехать и так сказать вещать из из дома но как обычно короче говоря мы задержались на пару минут но ничего страшного всех приветствую это наше очередное заседание литературного и и около литературного пень клуба 3 и сегодня у нас писатель поэт эссеист я даже не знаю можно бесконечное количество перечислять человек как говорят но самое главное что вот сегодня дмитрий это автор книги страшные сказки которая недавно вышла по мотивам его авторской программе на телеканале дождь дмитрий нам сегодня расскажет все самое страшное в рассказке особенно про красную шапочку да про красную шапочку кстати очень страшно ну что я уже в эфире меня мне уже можно рассказывать и уже в эфире ты уже можешь рассказывать а я выключаю звук чтобы тебе не мешать видео чтобы так как не пугать людей своей прической хорошо прекрасно тогда всем привет меня зовут дмитрий макаров спасибо вам большое за то что вы сейчас этот чудесный летний вечер не нашли другого занятия кроме как послушать меня в эфире пень клуба мне очень приятно действительно показать вам эту книгу вот я поближе поднесу экран она называется страшные сказки эта книга вышла в издательстве а ст у меня есть единственный экземпляр потому что она еще не поступила в магазины и сейчас на сайтах типа бук 24 лабиринте есть предзаказ на нее и кстати это дешевле вот но с 1 июля она уже будет официальной продажи и вы сможете ее где приобрести я хочу немножко сказать об этой книге потому что она такая необычная и для меня ибо до этого я издавал тоже разборники стихотворений и эссе и на самом деле для литературы которая касается этой темы возможно вы знаете что уже полтора года я веду проект страшные сказки на телеканале дождь и поэтому книга вышла с логотипом дождь представляет но на самом деле это было такой непростая была история в моей жизни потому что я всегда занимался каким-то культуртрейгерскими проектами рассказывал о книжках о фильмах и принципе сказками до этого не интересовался но был у меня такой момент когда меня пригласили выступить на одном частном мероприятии и целью вернее зак был заказ на то чтобы поговорить о сказочных сюжетах я сделал небольшое исследование сравнив ряд сказок между собой и и посмотрев как классические сказки живут на протяжении долгого периода жизни а они существуют уже столетия и неожиданно у меня получилось очень интересное исследование получилась интересная лекция на этом вечере была наталья синдиева она пригласила меня с этим проектом на телеканал вот уже полтора года он выходит но я могу сразу сказать что книга которую вы может быть прочтете она не вполне все таки это не расшифровка тех передач которые идут на дожди хотя просто потому что объем телепередачи примерно в четыре раза меньше по тексту чем то что я предлагаю в этой книге и так о чем собственно говоря речь что за страшные сказки в этой книге 10 глав каждая из которых посвящена одной великой сказке это золушка красная шапочка мальчик с пальчиком сапогах сказки о добрых и недобрых девушках велоснежка красавица ищет дольща рапунцель кажется я синяя борода кажется никого не забыть и каждый из этих сказок есть очень длинная размазанная на тысячелетия или как минимум на столетие история порой мы даже не догадываемся насколько древние эти сказки например если говорить о сказке золушка да то первый сюжет подобного рода который прямо намекает на сказку золушка мы встречаем еще в древней греции в эпоху когда это было в примерно в четвертом пятом веках до нашей эры когда в разбойники пираты египетские похитили гречанку прекрасную гетерну продали в рабстве она попала к одному хозяину который был добр к ней и вроде бы даже не совершил никаких своих развратных действий а даже хорошо содержал кормил поил подарил ей сандалии на золотой подошвь ничего не кажется вам знакомым и вот однажды на бог гор это древний египетский бог превратившись в сокола украл одну из этих сандалий и унес в неизвестном направлении а унес он ее туда где в это время обедал фараон фараон обедал ему буквально на голову упала золотая сандалия он приказал по этой прекрасной золотой сандалии найти себе ее обладательницу вот эта история который две с половиной тысячи лет который напрямую говорит нам что сюжет золушки намного старше чем та версия которую написал шамперов 1697 году это первое пожалуй такое открытие которое я совершил потому что вы понимаете мы как правило сталкиваемся со сказкой в какой-то ее конкретной версии да ну мое поколение читала конечно и перова в основном таком детском переложении или братьев грим в не менее детском да потому что на самом деле это довольно страшные сказки а нынешнее поколение наверное если знает эти сюжеты то по анимационным фильмам чаще всего по каким-то таким очень переработанным вариантом вроде анимационного сериала шрек где в качестве рабов на галерах трудятся все по моему без исключения главные сказочные персонажи в истории поэтому у всех у нас есть какое-то четкое представление что мы точно знаем о чем золушка о чем красная шапочка о чем кот в сапогах но как только ты начинаешь сравнивать читать еще другие какие-то версии смотреть другие фильмы поставлены по мотиву этой сказки ты убеждаешься что они порой между собой почти ничем не схожи и пожалуй это одно из главных таких открытий которые я для себя совершил это то что сказочный сюжет рассказаны в разное время несмотря на ясное сходство какой-то код который сохраняется в этой истории несмотря на все это он как бы отражает свое время отражает тот то состояние в котором находится общество где эта сказка рассказана моральная моральная там все порядки и так далее вот я вам просто приведу конкретные примеры почему это так важно когда мы это понимаем вот сказка красная шапочка который дима беседен попросил мне рассказать чуть красная шапочка мы знаем конечно красную шапочку все наизусть потому что пожалуй нет сюжета который бы был более нам знаком из тех сказок с ним это почти где-то там же где я не знаю курочка ряба для нас или колобок да ну может быть чуть посложнее для нас красная шапочка история она начинается с книги шарль перо где впервые была рассказана эта история 1697 году шарль перо я напомню был академиком он был таким моралистом человеком который при министре финансов кольберри который был идеологом правления людовика 14 вот шарль перо в это время буквально определял культурную политику страны был одним из важнейших людей во франции это кстати говоря брат того человека который построил эту знаменитую колоннаду лувра из двойных колонн да шарль перо он в конце жизни был в опале на пенсии отошел от дел и он решил записать литературно обработать сказочные сюжеты которые были как-то ходили в народе может быть он слышал от няни когда-то еще от кого-то собрал эти истории и он записал их записал их по форме так как он их знал к этому времени но каждую историю снабдил еще моралите то есть таким выводом стихотворным где он объяснял что аллегорическое значение у сказки есть и соответственно когда мы говорим читаем сказку мы должны из нее какой-то урок извлечь да вот сейчас запомните это важный момент этот сборник он подписал именем своего сына потому что академику не гоже был с низкими жанрами сталкиваться и работать и он и сын эту книжку подал одной там важной даме в качестве что-то вроде портфолио или рекомендательного сочинения что было очень тогда распространено это версия 1697 года но еще известная версия братьев грим который свой сборник сказок выпустили в 1812 году и несмотря на то что сюжет этих сказок он очень похож и там и там есть девушка красная шапочка то есть она носила всегда эту шапочку красную и так поэтому ее и прозвали и ее мама посылает бабушке которая приболела с корзинкой в которой какие-то там лакомства есть масло вино и говорит ей ты иди пожалуйста той дорогой правильной потому что на дороге через лес там водятся волки все понятная инструкция красная шапочка эти бабушки естественно идет неправильной дорогой естественно встречает волка выбалтывает ими где живет бабушка волк бежит к бабушке съедает ее надевает на себя бабушкин чипец завелезает ее кровать и ждет красную шапочку когда красную шапочку приходит он ее съедает я вам хочу сразу сказать что в версии шарль перу сказка на этом в оригинале заканчивается никакого спасения никаких появившихся разбойников которые там никаких-то появившихся дровосеков которые испороли брюху брюху волку и его и освободили женщин ничего этого не происходит нет сказка заканчивается на тем что волк всех сожрал и дальше моралите который буквально говорит что не надо юным девушкам гулять темными тропками потому что их может встретить серый волк читай мужчина и воспользоваться их невинностью и сказка красная шапочка превращается в историю по большому счету а в войне полов об отношении о том что девушка должна беречь самое дорогое что у нее есть и красная шапочка а на самом деле это версии шарль перу не шапочка шаперон руш то есть накидка такая красная старомодная с чепчиком она говорит что это по сути кровь девственности которую девушка невинность свою несет в себе и вот она запечатана это как сосуд и девушка выходя на эту опасную дорогу встречается волком она может потерять самое дорогое вот о чем это сказка собственно говоря в версии шарль перу более того поскольку девушек и девушку и бабушку съедают мы понимаем что война эта женщина конечно проиграна и никакого спасения не будет что мы читаем версии братьев грим версии братьев грим похоже по своей структуре по своему сюжету но потом когда все это приводит нас история приводит нас в дом к бабушке братья грим приводит туда спасительного дровосека и это тоже очень интересная история дровосек распарывает брюхо волку не дровосек там охотник разных версиях по разному счету новый раз переписывался переделать и оттуда вылезают наши девушки и милая милая красная шапочка набивает брюхо волка камнями зашивает его и когда волк просыпается он пытается с лезть в кровати но не может он падает под весом этих камней и погибает вот такая чудесная история но что самое важное в этой сказке не нет и намека прямого на какую-либо сексуальность и красная шапочка в немецкой версии совсем не несет в себе скажем эту условно менструальную кровь как бы мы сказали да то есть то что тот то будущее зрелость превращение девочки в женщину нет 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 самое главное что многократно повторяется в красной шапочке версии братьев грим это невозможность нарушения запрета старшего человека иными словами немецкий орднук знаменитый это четко проговаривается в сказке который буквально заканчивается не моралите в стихах его там нет немецкая версия заканчивается тем что шапочка говорит своей маме я никогда больше не буду нарушать слово данное маме и не буду ходить неправильной дорогой таким образом французская версия красной шапочки это версия про в общем про секс а французская да а немецкая это версия про порядок про органы и в этом огромная разница между францией 17 века и германии века 19 более того когда мы смотрим дальше как развивается история красной шапочки мы смотрим в многочисленной экранизации и мы находим там очень много интересных вещей я приведу только вот такой пример такой фильм самимель биар где красная шапочка попадая в гости к бабушке она с удивлением обнаруживает что бабушка уже сама бабушка ее это бывшая красная шапочка которая не против того чтобы ее внучку скушали и вот это тоже борьба то что любая красная шапочка со временем превращается в бабушку мы это понимаем и вот тут вспоминаются слова замечательный самарской самарского ученого агранович такая была дама прекрасная совершенно которая сказала подумайте вот о чем ведь когда красная шапочка приходит дом бабушки там лежит волк одетый в бабушку и он съедает красную шапочку то есть это бабушка внутри которой волк внутри которого красная шапочка и встает прямой вопрос о котором вам стоит подумать на досуге кто же все-таки кого съедает в этой истории вот это просто одна одно сравнение которое я хочу вам показать из моей книги тот метод который я привожу да потому что когда мы говорим о сказке и сказочном сюжете он вроде бы не меняется да но условно говоря там золушка это всегда история про взлет по социальной лестнице через матримониальные какие-то дела да то есть есть всегда кто-то кто хочет найти свое подлинное найти признание в мире занять высокое социальное положение признание этому брак даже не обязательно туфелька не обязателен бал не нужна фея достаточно простого факта что принц высокого положения женится на какой-то девушке которая добрая честная чистая золотая внутри а снаружи может быть какое угодно да таким образом он ее внутренние прекрасные качества легитимизирует и поэтому фильм например красотка с Джулией Робертс который вы все любите это конечно история золушки хотя там нет ни балла не не туфельки не не побега в 12 ночи еще одна вещь о которой я хочу сказать и которая конечно меня очень взволновала когда я читал когда я читал сказки сравнивал этой книги это артефакты вот смотрите дело в том что для сказки классической как я уже сказал артефакты не важны или важны вот то есть вопрос такой возникает для золушки не важно ничего никакой предмет не важный да для того чтобы она чтобы эта сказка была собой важна только важен социальный сюжет фабула вот этого да который девушка взлетает на самый верх становясь женой принца короля а вот например сказки типа белоснежки более сложные которые возникли позже и являются уже смешением нескольких сюжетов это сказки от которых артефакты очень важны там есть яблоко там есть зеркало там важны гномы каково их количество и что на самом деле происходит я хотел бы остановиться на этом волшебном зеркале для того чтобы еще один метод объяснить который я использовал для этой книги это волшебное зеркало в сказке белоснежка вот представьте себе для нас это очень обычно мы окружены зеркалами вокруг нас и просто в каждой квартире есть десяток зеркал зеркало ничего практически сегодня не стоит вы приезжаете в икею и покупаете зеркало за 5 евро и наслаждаетесь или или ужасаете своему внешнему виду вы помните что в сказке белоснежка была злая королева на которой женился отец белоснежки когда белоснежки было белоснежка родилась умерла ее мать и король потужил потужил женился на другой женщине тоже красавица но надменной гордячки и у этой красавицы на которой женился этот самый король или князь немецкий у нее было волшебное зеркало собственно ее единственный друг или я бы даже не друг компаньон некая некий волшебный предмет с которым она только с одним и зналась советовалась и самое важное что делает зеркало волшебное это ежедневное подтверждение того что его обладательница находится на вершине пирамиды красоты то есть она самая красивая женщина на земле это для него было чрезвычайно важно с кем она общалась в этом зеркале вот этот очень большой вопрос и когда мы думаем об этом ну для нас современных читателей этой сказки ну зеркало и зеркало что мы зеркал видели ну может она там немножко куку разговаривает сама собой в этом зеркало все совсем не так просто я обратился к истории предметов которые составляют важную часть сюжетов некоторых сказок и там где это действительно важно иными словами я анализировал историю волос например для сказки рапунцель потому что там это очень важно историю яблока историю хрустального гроба и что это такое да об этом вы знаете из сказки из книжки и вот зеркало дело в том что надо понимать так как мы сегодня видим себя в зеркалах большинство человечества начал видеть себя примерно 200 лет назад до этого зеркала еще пару сотен лет были баснословно дорогими очень сложными производстве еще и производство это было вредным очень и люди почти никогда их не видели большую часть человеческой истории насмотрелись либо в тазы с водой либо в более или менее плохо начищенные металлические пластины бронзовые металлические медные в мраморные или гранитные срезы в дворцах цезарей то есть зеркала зеркала были очень плохими по качеству только в 13 веке на острове мурана возродилась традиция создания стекла известная в египте да и только в конце 13 века по всей мести появился метод получения качественного зеркала когда выдавался пузырь стеклянный вырезалась дырочкой в него заливался олово да и обтекал этот пузырь изнутри после чего его разрезали на такие сферы или разбивали на куски и получали зеркала и такое зеркало вы сегодня можете купить например в венеции как дорогой сувенир или найти его на знаменитом этом портрете 4 на альфине который известен всем потому что там и он и она на путина похожи а сзади вот за ними висит это круглое зеркало да такой щит зеркальный конечно надо понимать что и в таком зеркале не то что там в медной пластине не то что даже в тазу с водой невозможно себя увидеть ясно это только кто-то похожий на вас поэтому нарцисс влюбился не в самого себя помните да мифе он смотрелся в свое отражение и он полюбил кого-то похожего на него и человек который смотрелся в 14 веке в это круглое зеркало и в конце пятнадцатого уже венецианское зеркало которое было из цилиндра сделано уже было очень ясным они ценились немыслимо стоили дороже картин рафаэля конечно либо плохо себя видели либо вот случае с таким очень дорогими зеркалами это был удел но только самых богатых аристократов такие зеркала стоили как целое поместье или дворец и много случаев когда продавались эти поместья чтобы купить такое зеркало оно было одно на весь дом не случайно я приду еще такой пример один самых красивых текстов в истории это послание апостола павла из библейского канона это послание коринфянам знаменитый текст в котором очень много известнейших известнейших мест ставших просто афоризмами постоянно видим они вошли в культурный контекст 13 главе этого послания она начинается знаменитыми словами если я говорю языками ангельскими человек и человеческими а любви не имеют я медь рожащие кимвал звучащий до медная тарелочка но в этой голове и знаменитые слова которые апостол павел конечно вспоминает в этот момент платона и его миф о пещере там он говорит о нашем современном современном ему современной ему реальности сейчас мы смотрим как бы сквозь тусклое стекло гадательно тогда же когда умрем да узнаем воочию увидим воочию как на самом деле устроены вещи да то есть как у платона мы смотрим на тени отражения мерцающие те тени на стене пещеры апостол павел использует такую метафору на самом деле в греческом варианте текста никакого стекла нет там зеркало это ошибка о грех перевода и других английских переводах так уже зеркало мы смотримся в плохое зеркало да когда видим реальность вокруг нас говорит апостол павел и это очень естественно для него зеркало в отличие от нас ибо мы говорим гляжусь в себя как зеркал для нас зеркало это ясное четкое понятное изображение для апостола павла как и для многих из следующих столетий даже полутора тысяч лет зеркало это символ это метафора нечеткости неверности искаженного изображения и вот смотрите что мы что получается сказка допустим родилась примерно белоснежка где-то в пятнадцатом веке германии которая была тогда раздроблена множество маленьких княжеств понятно что когда мы говорим о короле королеве этой сказке речь идет об одном из очень небольших каких-то владений что там было за зеркало в пятнадцатом веке у этой королевы было ли у нее драгоценное венецианское зеркало ясно и четко я очень в этом сомневаюсь скорее всего у нее было либо круглое зеркало что тоже маловероятно и оно было тоже очень дорогим но еще вероятнее то что она смотрелась в хорошо начищенную бронзовую пластину или в одной из подделок под вот это венецианское круглое стекло так или иначе она видела там не себя видела только кого-то похожего на нее и конечно я думаю на слуг которые смотрели на это производила просто оглушительное впечатление если представить что королева действительно была хоть немножко ку-ку и у нее была паранойя и еще какие-нибудь проблемы с психикой конечно я думаю почти полностью складывалось ощущение что королева смотрелась разговаривал с кем-то с джином да с джином лампы с джином зеркала кто живет в этом зеркале я еще молчу о том что конечно само это зерцало даже если например это было у нее круглое венецианское зеркало создаваемая в обстановке невероятной секретности с ртутной амальгамы которая уничтожала человеческие жизни сокращал их очень сильно было таким волшебным алхимическим предметом и разумеется людей не могло не поражать то что подобно как наши селфи сегодня левая рука там правая левый глаз правый там и наоборот соответственно и конечно эти круглые зеркала они пришли не привели развитие художественных если не только появление волшебного зеркала в белоснежке а потом и пушкинской сказки о мертвой царевне семьи богатырях но и например палантиром толки иногда к этим волшебным круглым камням в которых видели будущее и прозревали прозревали все что происходит на свете таким образом и сегодня это так понятно и просто у каждого из нас в кармане есть волшебное зеркало который занимается ровно тем же что есть чем занимался волшебное зеркало в сказке белоснежка оно подтверждает ежедневно как мы выглядим позволяет нам сравнивать себя с другими насколько мы лучше или хуже выглядим сегодня и в общем обозирать весь мир и рассматривать рассматривать всех красивых людей на земле и все красивые места на земле так что когда я говорю об этих сказках объект скачных сюжетах я надеюсь вам может быть понятен примерно понятно примерно о чем я говорил о чем я говорю то есть эта история художественного моего художественного я бы сказал даже научного метода в каком-то смысле поскольку книжка это я надеюсь написано легко и много о чем по пути еще рассказывает и сообщает но это в конечном итоге даже может быть научная работа и сравнение сказок история артефактов сказочных в них это то что мне хотелось бы вам рассказать чтобы вы как мне кажется лучше представляли себе почему сказочные сюжеты живут и почему они выживут даже тогда когда никто кажется из наших детей не будет ничего читать дима ты здесь какая тишина мне кажется мне понятно слушает ли меня хоть кто-нибудь сейчас я вижу вижу что идет лайк на ютьюбе но поскольку нет нашего гостеприимного хозяина я тогда позволю себе еще одну историю рассказать из этой книги которая мне тоже кажется чрезвычайно важной дело в том что истории эти неравны между собой в том смысле что к красной шапочке я применил один метод а к рапунцель или к синей бороде другой метод но вот например сказка сказки о добрых и недобрых девушках и сюжет который я выделил не как один сюжет а я в одном в этой главе привяжу сразу несколько сказок с похожим сюжетом да есть такая классификация армии томсона которую дополняли потом другие ученые это классификация в которых собраны все родственные сказочные сюжеты и вот там есть такой сказочный сюжет о добрых и недобрых девушках это сюжет в котором есть как правило две сестры родные или двоюродные одну из которых воспитывают как золушку она выполняет всю грязную работу ее унижают бьют не любят и есть ее сестра которую обычно балуют ласкают дарит ей все и вот эти девушки они оказываются в таком невластном соревновании как правило одна из них проявляет какие-то хорошие качества другая плохие и вот о чем я хочу сказать в связи с этой с этими сюжетами то что это какие сказки это у Шарля Перо это в 1697 году это сказки подарки феи но в оригинале она называется Лефе то есть феи просто у Жан-Батиста Базили в неаполитанском сборнике сказка сказок это лепешки известная версия немецкого братьев Грины это госпожа метелица фрау Холли и конечно русская сказка и вот смотрите какая интересная вещь каждый из этих сказок показывает что-то очень важное для культурного кода того народа который эту сказку рассказывает вроде бы все очень похоже вот у Шарля Перо одна сестра пошла к источнику и встретила там мужчинку та попросила ее напоить она ее напоила в благодарность получила прекрасное качество хотя и не бесспорное у нее при каждом добром слове любом слове других она не говорила только добрые у нее вываливался изо рта либо бриллиант либо жемчужина либо выпадала целая роза а вторая девушка которая пошла к этому пруду и не дала напиться женщине которая там сидела у нее с каждым словом вываливалась сорта гадюка или еще что похуже вот французская версия в версии скажем похожая версия у Джан Батиста Базили в сказке лепешки а вот например версия немецкая фрау Холли там помните трудолюбивая девушка падает в колодец потому что она веретено уронила так много занималась, трудилась что уколол палец до крови и уронила веретено в колодец пытаясь смыть кровь с руки она прыгает за этим веретеном и оказывается в отражении облаков ну на самом деле понятно что подземное царство конечно оказывается у древней богини которая представляется в таком же более сказочном варианте в рау Холли старушка с добрыми глазами и большими зубами у которой есть перина и она вздевается тогда по всей земле идет снег девушка хорошо служит и когда ее отпускают назад то проходя через ворота она получает золотой дождь в хорошем смысле слова конечно не то что вы подумали золотой дождь на нее проливается и она вся такая позолоченная приходит домой а ее сестра которая также прыгает в бассейн не может ничего толком сделать она не трудолюбивая, она ленивая она только спит и фрау Холли сама взбивает свою перину в итоге когда она проходит подворотами ее обливают дегтем что касается русской сказки Морозко то она вообще похожа изначально если девушки тоже и тоже на подобном положении родная и неродная и вот в какой-то момент эту неродную по версии Афанасьева мачеха приказывает отцу отвезти в лес и там оставить как бы выдать замуж за Морозкою то есть просто заморозить насмерть но та когда появляется Морозко и спрашивает холодно ли тебе девушка, холодно ли тебе ясно она говорит нет не холодно Морозко и в итоге получает награду подарки ее возвращают домой в то время как когда мать посылает своих родных дочерей их там две они одна три дочери в русской сказке он посылает ее в лес и те конечно говорят что им очень холодно и Морозко их замораживает насмерть таким образом одна получает жизнь и остается в этой семье а две другие дочери погибают вот смотрите что важно в этих сказках они показывают вам что важно для французской сказки награждена та девушка которая щедра которая делится с другими а наказана та которая не делится которая все забирает себе в немецкой версии сказки награждена трудолюбивая девочка а наказана ленивая та которая любит спать а в русской сказке наказана та девушка, которая нетерпелива, которая не сносит стойко все тяготы жизни, а награждена та, которая хорошо переносит ужасы и готова терпеть и дальше. Вот это очень важная вещь. Таким образом, русская сказка «Морозка» оказывается про терпение и про то, что код нашего народа нравственный, он оказывается в том, что мы бесконечно терпим то, что с нами делают. И это воспринимается как благодетель, как добродетель, как достоинство. Тот, кто вытерпел, тот, кто перетерпел. Самое жестокое и страшное, тот будет вознагражден. И, конечно, это не могло не найти своих почитателей в сталинское время. И вот заметьте, какой интересный здесь есть конфликт в сказке «Морозка». Есть мачеха, это иррациональное зло такое. Она хочет вымести из дома ненавистную ипачерицу. Есть зло, как бы рациональное, проверяющее. Это морозка, которая убьет, не заметит. Но если ты проявишь стойкость, то оно тебя вознаградит и спасет. Вроде как, если родина мачеха губит, то вот жестокий отец, жестокий отец, да, то есть он тебя не просто так испытывает, он в какой-то момент обязательно тебя за твою стойкость вознаградит. Поэтому сказка «Морозка», сказка, которая, как мне кажется, одна из таких важных. Ну и самое важное в этой сказке еще то, что, как мне кажется, мы очень ясно видим, как меняется отношение со временем к сказочным сюжетам. Они вроде бы остаются теми же, они с нами по-прежнему. Но мы оцениваем эти действия уже по-разному. Если, например, в новой версии сказки «Спящая красавица» в фильме «Малефисента» пробуждается красавица не от поцелуя мужчины, что кажется кому-то на Западе сексистским. И вот как это так, что обязательно прямо от поцелуя мужчины она пробуждается. И когда ее целует мачеха, поменявшая свое отношение к ней, только тогда она пробуждается. Точно так же, как и сегодня в 21 веке, мы иначе смотрим на сказки о добрых и недобрых девушках. В конце концов, разве вина этих недобрых девушек в том, что они таковы? Разве не родители уничтожили, изнасиловали их психику и заставили их быть такими, за что же наказывают их, а не родители? Это вызывает сегодня определенное недоумение. Ну и, конечно, рассказчики. К ним тоже меняются отношения. В сказке о добрых и недобрых девушках, как и во многих других сказках, как это часто бывает, очень понятно то, что хороший, добрый персонаж и на лицо прекрасен. И это прямо подчеркивает. Вот Джан Батиста Базили. А вот она плохая, это была сестра. И лицо ее, пишет автор, подобно ее характеру, было покрыто коростой и было уродливым. Вот это очень важный момент, который сегодня вызывает совершенно другую оценку. Поэтому я вас призываю приобрести и прочесть сказки, страшные сказки. Моя книга, которая вышла в издательстве Ice-Test, сейчас есть предзаказ. Ну, уже с первого июля она будет и в книжных магазинах. Ну, я думаю, сейчас безопаснее оставаться дома, все-таки еще пока не покупать все онлайн. Ну, и если вам что-то понравится, пишите, задавайте вопросы. И я с удовольствием постараюсь найти возможность на них ответить. Возможно, что-то исправлю. В конце концов, эти мои лекции, они еще живые, меняются и дополняются. Спасибо большое хорошему тексту и пень-клубу за приглашение сегодня в этот эфир. Продолжение следует...